с наступлением мая мы с Евой стараемся почаще выезжать на велосипедах до этого момента за 6 дней у нас это получилось в принципе сделать каждый день иногда уже как бы поначалу как-то лень кажется а когда уже разъедешься уже и чувствуешь себя по-другому единственное нам немножко сейчас не повезло с погодой мая у нас выдался не очень теплый и температура так себе по вечерам градусов 12 10 а когда мы заканчиваем сейчас это получается заканчивать ближе уже к закату или уже после заката то температура и вовсе падает градусов до 2 до 3 вот этой ночью когда мы откатались было минус 2 градуса да сейчас у нас планы обкатать все окружности на велосипеде и мы планировали доехать только до речки аутси но мы пока не можем как бы рассчитывать мы пока не знаем свои возможности и в итоге у нас получилось доехать не до речки аутси дальше до поворота накладно мы доедем до поворота накладно сегодня и потом поедем обратно я кстати там потом обнаружил очень хорошую кучку камушков такие ну полевые камни природные думаю надо будет как-то их немножко пособирать но там видно реально свалка это как бы я не думаю что они кому-то нужны потому что там и камни скиданы и какие-то выковыроченные корни надеюсь владельцы сельскохозяйственных этих земель не будут против если мы соберем немножко камушков там да еще немножко конечно непривычно нашей пятой точки на велосипедах особенно после первой-второй поездки так сказать задница болит и да то что много вибраций плюс поначалу немножко руки как бы тоже не привыкли хоть у нас есть амортизаторы спереди ну тоже немножко так даже бывало почесывались руки ну вибрации кажется не очень хорошо для здоровья ну будем надеяться что не так страшно у нас в основном везде грунтовки не на можем тоже выезжать конечно на асфальтную дорогу но это уже другая проблема там машины как бы да а здесь по грунтовкам машины редко встречается сегодня так же самое мы встретили зайчика 1 но зайчика это мягко сказано даже сдалека он выглядела большой заяц да здесь какие-то зайцы пробегают такие ну как как ребенок в размером такой который ходит ребенок такой очень быстро бегающий ребенок да у нас принципе можно встретить так вот зайцев косуль лисы изредка до лис тоже можно встретить самих бобров я не встречал встречал только их не дамбы и видел как эти дамбы появляются а вот сами бобров я еще не видел но и животных как бы больше никого не встречал здесь кабаны я знаю тоже есть но тоже я их не встречал пока еще ну надеюсь когда-нибудь встречу кого еще тут можно встретить кошки собаки это само собой на но и птицы белки белок я что-то тоже не видел да странно почему я белок не видел но и да ладно а а у а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так что могу ходить Вот и такой резкий спуск Слушай, я там даже не пролезу Не, мне кажется, с другой стороны надо лезть Мокрая трава После дождя Ляпота Я одного блогера смотрел По-моему, украинский И он там как-то скользко так сказал Вот там, Прибалтики платят деньги Евросоюза, чтобы не Как это сказать, как он сказал Не обрабатывали земли Чтобы стояли необработанные Ни одного клочка земли Я не видел, чтобы необработанные Ну, может, редким исключением Там какие-то после затопления Или что-то такое Все 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 Обрабатывается У нас в Латвии Все Не знаю, по крайней мере В нашей центральной части Зенгала Где мы находимся У нас очень Нет, у нас просто Плодородные земли А такого вы не ждали, а? Явко упражнение там делает Растягивает мышцы А тут какие-то бетоны валяются Что-то тут Что это? Это старый мост какой-то Тут плиты Тут немножко такое Ну, еще простоит какое-то время Что? Поехали дальше Так Так, так Ага Субтитры сделал DimaTorzok Вот и доехали до поворота Накутная Ну, это, наверное, считайте, что не накутная Я просто знал, наверное, накутная Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это сегодня у нас будет Сегодня у нас будет большой заезд, да? Субтитры сделал DimaTorzok Встретим закатный велосипед Субтитры сделал DimaTorzok 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 да как вы видите уже солнце совсем внизу и это сразу ощущается да когда солнце уже прячется тепло бы это пропадает солнечная и да и начинается ощущаться холодок мы когда приехали домой уже тогда уже реально похолодало и тогда уже было где-то примерно два градуса только плюс а вот вам и месяц май как говорится он уже учесал да 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 но я не знаю на камере будет видно не будет остановился да вроде сегодня прикол был я не заснял с одной стороны косуля с другой стороны кевин и винтов с ума сходил да и главное такая косуля такая она так недалеко было от забора может и кевин там туда-сюда такой носится такой дурачок улыбаемся и маша а 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 и а и а а а а и а а и две птички создали эффект, такой, что если большой человек... Да, как вы видите, мы приехали уже совсем потемнело, особенно в нашем лесу. Очень люблю приезжать или приходить прогулок через наш лес, то есть мы можем пройти через лес или и со стороны поля и со стороны леса такое умиротворение, такая тишина. Там еще такие взрослые достаточно ели, сосны, березы и такая кайфовая тишина. Все вместе наша прогулка составила примерно час. Мы проехали приблизительно 14 километров. За все время прогулки мы встретили только одного человека два раза, когда ехали туда, потом когда ехали обратно. И, если не ошибаюсь, две машины проехали мимо нас, и чем я очень доволен. Я очень люблю, когда я не вижу много людей и не вижу много машин, особенно после 12 лет жизни в Англии, особенно работы в Лондоне, когда видел миллионы и миллиарды людей и тысячи и сотни тысяч машин за каждый день. Эти пробки, эти два часа дороги в один конец, два часа дороги в другой конец. Мы очень кайфуем от жизни в деревне. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте тоже поделиться где-нибудь в соцсетях или через мессенджеры, ватсапы, телеграммы со своими друзьями этим видео. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok